добрый день я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня хочу показать вам еще один способ подвязки томатов которые видел в теплице у китайских агравиев чем же отличается этот способ от остальных способов этот способ говорят что уже очень давным-давно используется и у нас честно говоря первый раз увидел именно в китайской теплице сейчас вам покажу чем отличается от самих чем отличается этот способ от остальных что при этом способе надо не взять никаких узлов через определенное расстояние вяжется шпагат делается канавка по всей грядке и богат укладывается вот так поперек канавки мы берем рассаду томатов либо это рассада огурцов у вас укладывать сверху на шнур уложили и просыпаем почвы все все готово один конец остается свободным через две или три недели корневая система полностью плетет шнур и чтоб шнур этот вырвать надо довольно таки прилично приложить усилий свободный этот конец мы можем спрятать в почву присыпать его либо оставить так пускай так лежит через определенное время когда корневая система полностью опрыла шнур мы сможем уже оббить шнуром вокруг нашей рассады когда осенью придет время убирать кусты нам останется только вырвать куст вместе со шпагатом и уже освободить сам шпагат от корневой системы либо приложить небольшое усилие взять за нижнюю часть и вырвать сам шнур шнур довольно легко выйдет и мы уже можем отмотать полностью весь шнур и шнур наш останется целым никаких узлов вязать не нужно чем отличается этот способ от остальных все кто не видел предыдущий мой видеоролик как изготовить вот такое вот приспособление для быстро подвязки томатов я сейчас покажу как он работает и как работает вот это приспособление нам нужен будет шнур мы его сложим пополам берем приспособление заводим на вокруг ствола томата одной петлей захватываем крючок и делаем три витка 1 2 3 и затягиваем все томат подвязан снимается точно так же если вы хотите увидеть полную версию этого видеоролика как изготовить такое приспособление я в конце этого видео оставлю ссылочку на этот видеоролик я показал вам два способа подвязки томатов с помощью такого приспособления видео ссылку на это видео я оставлю концепта видеоролика либо с помощью китайского способа какой способ вам подходит больше выбирать вам всем пока